Здарова-здарова дорогие друзья, с вами Булкин и добро пожаловать на новенькую серию по криминалочке. Играем мы как всегда на Радмире, на пятом сервере и друзья, сегодня будет эксклюзивчик, поэтому я надеюсь на ваши лайки, потому что сегодня мы будем тестировать тачку, которой ни у кого нет. Серьезно, то есть эта машина как бы существует на Радмире, но она как бы почему-то недоступна и ее вообще нигде, я так понимаю, не взять и вообще нигде не купить и не выиграть и никак вообще, вообще просто ее как бы вот она есть, но почему-то блять ее нет. Друзья, ну я думаю, что вы по превью уже увидели, поэтому скрывать в принципе нечего, это Subaru Impreza в RX STI, Лиса, которая еще и в такой вот раллийной раскраске, ну типа Subaru, все дела, ну вот в принципе все. Ну, вы понимаете, друзья, что помимо того, что я вам ее просто покажу, я еще и на ней покатаюсь. Кстати, друзья, если вы хотите, я, ну естественно, да, спасибо администрации Радмира, пятого сервера за то, что выдали мне эту машину, потому что будет интересно реально ее вам показать и на ней покататься. Короче, ну реально ее нигде не взять, то есть она никак не продается совершенно. Зачем она существует, я, честно говоря, не знаю. Может быть у вас есть какие-то догадки, напишите в комментариях, потому что я, честно, этот вопрос не уточнял, но вот почему-то вот как бы вот так вот, то есть она есть, но ее нет. Соответственно, есть еще несколько машин, если, друзья, вам будет интересно, если вы проявите активность, я попытаюсь выбросить еще, там, по-моему, две машины существуют и, соответственно, вам тоже их показать. Но сегодня мы поговорим именно об этом Субарике, который, собственно, я даже не знаю пока как едет, потому что мне ее выдали прямо вот здесь, вот прямо сейчас. И еще мы находимся, ну, так сказать, в местности, я сюда даже никак не доезжал, то есть вот эти, как они, фуникулеры или как там, блядь, эти гаймориты, блядь, как они называются, вот эти вот хуйни-то, которые передвигаются. Короче, отсюда, я так понимаю, что выезд только по полям, но я не виноват, мне выдали машину здесь, поэтому я так понимаю, что я должен каким-то образом отсюда выруливать сам. Кстати, блядь, как называется машина в оригинале San Andreas, у которой такой звук, я забыл. Блядь, ребят, ну я думаю, что вы быстрее меня вспомните, короче, это вот эта, видимо, замененка. Что я могу сказать? Пока я ничего не могу сказать, как она едет, как она передвигается, единственное, что я понимаю, что тюнинг мне никак не сделать, потому что эта машина как бы не моя, то есть она как бы просто заспаунена. Блядь, я реально должен по полям, что ли, выезжать? Ну-ка, подождите, стоп. У нас вот ближайшая дорога здесь, поэтому я так предполагаю, что, друзья, ну придется немножечко нарушить, как бы. Не я просил машину здесь выдать, поэтому надеюсь, что в этом ничего такого нет, и я аккуратненько сейчас доеду. Короче, я могу сказать, она очень низкая, весьма неплохо выглядит, весьма неплохая моделька, по салону, кстати, тоже все очень даже хорошо. Блин, интересно, когда-нибудь у тебя будет в реальной жизни Subaru, ребят, или Evolution, как вы думаете? Напишите в комментариях. Я уже столько помню, сколько? Уже года три, блядь, хочу каждую зиму. Может быть, этой зимой это случится? Просто реально как бы никогда не владел подобной тачкой, и, конечно, я больше склоняюсь... Только не надо сейчас разводить споры в комментариях, что лучше, пожалуйста. Я не поддерживаю это. Это как вот в Инстаграме у меня, как я купил М5, там, или выкладываю Реску, или еще что-нибудь пишу про МГ, Сразу вот начинается вот это, да, МГ лучше, М-ка лучше, Реска лучше. У каждой марки, у каждой спортивной версии есть свои какие-то машины, которые достойны в любом случае, Поэтому я не поддерживаю вот это вот, как бы, споры вот эти, как бы. Ну, есть фанаты, конечно, я не отношусь к фанатам никакой марки, поэтому, соответственно, вот не буду даже, как бы, спорить. Так, друзья, короче, мы выехали на дорогу. Бля, интересно, как люди сейчас будут реагировать на такую машину. Я попробую доехать до тюнинга, например, да, ну, можно как раз прокатиться до Южного, тем самым протестировав ее по Дороге Смерти. Ну, я так предполагаю, что, конечно, я даже готов выкинуть 7 миллионов, блядь, в никуда, чтобы ее, как бы, затюнить и посмотреть, как она поедет. Но я думаю, что... Вау-вау, она дрифтовая! Да ладно! Нихуя себе, пацаны! Так, подождите, с этого момента поподробнее. Я просто это, как бы, не мог затестировать. Ну, мне кажется, пацаны сейчас в шоке будут. Я ее же закрыть не могу, мне ее спизить могут. Блядь, а как мне ее сделать? Очень аккуратно. Смотрите, чуваки на Феррари не... Блядь, штраф получил, я же на желтый проехал. То есть, мне сейчас надо быть аккуратным, потому что машина не закрыта, у меня ее могут спиздить. Блядь, пацаны, это будет сложно. При этом, я, конечно, не буду нарушать. Надо не забыть потом штраф оплатить. Ну, а я ей скажу, что валит пиздец как, да? То есть, она вроде неплохо едет. Чувак на Запорожье, она вообще не понимает, что происходит. Главное, мне просто не допускать того, что... Чтобы... Блин, не-не-не, пацаны, пацаны. Не-не-не-не-не-не. Я знаю, на что... На что вы претендуете. Не-не-не. Они, скорее всего, понимают, что какая-то тачка такая, типа, эксклюзивная. Ну, блин, типа, такое сейчас лишится ее. Тихо-тихо-тихо. Не-не-не-не-не-не-не. Зеленый горит, пацаны. Едем, 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 едем. Аккуратно. Все, я... Я боюсь. Я понимаю, что, может быть, я ошибаюсь. И чуваки просто хотят поздороваться. Но я сейчас могу реально лишиться машиной. Будет такое себе. Поэтому нам нужно... Сейчас напрямую. Слушайте, ну, неплохо она едет. Конечно, не Широн. Стейдж 3. Но, тем не менее. Так вот, короче, друзья. Как раз порассуждать можно по поводу стихи и эволюшена. Я, конечно, больше склоняюсь, честно говоря, к эволюшену. Объясню, почему. Внешне, в принципе, мне симпатизирует и то, и то, наверное. Если уж так брать. Несмотря на, опять же, какой кузов брать той же Субы или Эвика. Эвик мне нравится, как бы, там, 8-й, 9-й, например. Это прям топчик для меня. Если говорить про Субы... Ну, я это, по-моему, говорил уже в каких-то видео. На всякий случай повторюсь. Если говорить про Субы, то Лиса, как бы, ну, норм. Но мне больше всего нравится Лупатая, как бы, да? Которая 0-1-х годов где-то примерно. Ну, начало нулевых. Вот. Если, ну, Лиса норм. Конь мне меньше всего нравится, если честно. Вот. Не знаю, как-то именно по внешке, если судить. А так, в целом, я думаю, что все понимают прекрасно, что Разволюшин, как бы, как бы, шутки там про Разволюшин, Эволюшин не были, но он, как бы, надежнее. А-а-а-а! Аккуратно. У меня не кикнул там, блядь. Я, правда, нет, я думаю, что... А, и все, нормально. Почему я нажал, кстати, Escape? Мне стало, что подкричат. Так вот, Разволюшин реально надежнее, и, как бы, шанс того, что у Субару, как бы, отрыг... точнее, у Эволюшина отрыгнет мотор намного меньше, чем шанс... А, 223 максимум всего лишь. Ну, то есть она, как бы, не имбовая, никакая такая читерская. То есть она просто, как бы, ну, нормально едет, как бы, неплохо. Затюнить мы ее, конечно, не сможем. Но вот мне понравилось то, что она дрифтит неплохо. Она такая на пол... ну, на полном честном приводе. На полном честном. На полном приводе. Прямо она прикольно рулится. Можно на ней бочком даже куда-то заходить. Прямо имитация того, что где-то там, где-то вот зимой я наваливаю бочком. Вот. А так, конечно, если бы я брал, ну, я бы, наверное, стремился взять какой-нибудь Эвик 8. Но они Эвики и дороже, чем Субы, в принципе, по рынку. А так, как бы, я не отказался бы от чего-либо. Главное, чтобы не отрыгнуло там ничего. Вот. Но, типа, можно и стиху. Да, можно и ВРХ обычную. Мне кажется, зимой кайф на... в любом случае покататься на таких машинах понаваливать там боком по льду, по снегу. То есть это в этом кайф есть какой-то. Я этого не испытывал, потому что ни граждан не ездил, по-моему. То есть я даже пассажиром, по-моему, ездил. Но когда-то давно еще как раз в спринтах участвовал. Лет, наверное, 8 назад. На каком-то, по-моему, Эвике 7 или 8 меня катали. И... Нет. На... На... Точно. На коне. На коне меня катали. На 8 или на 7 Эвике. Еще на спринтах. Зимой. И... Ездил на Эвике 9 подготовленный, типа, под драк 700 сил. Вот это, да, тоже прикольно. Но я бы именно, конечно, если бы у меня был Субарь или Эвик, я чисто... Блядь! Ну нахуя я его, блядь, ударил-то? Ёбаный насос. Ну пиздец. Теперь у меня чисто раллиный какой-то удроченный Субарь. Уставший. Ну пиздец. Ну ладно. Зачем поехал сюда? Я же в Южный собирался. Санек, Санек, блядь. Путаешься, путаешься в показаниях. Поэтому, как бы, я бы кайфанул. В любом случае, там... Бля, куда я... Что со мной происходит, ребят? Я все... Я... Это все из-за того, что я, наверное, мысленно уже представляю зиму. И как бы я наваливал... Я понимаю, что, как бы, знаете, вот... Мне бы хватило даже около стока, там, что-нибудь, как бы, на каких-нибудь таких скромненьких мод-турбах. Если это можно так называть. Но, типа, не на стоковых турбинах. И... Эээ... Это самое, блядь. Я уже все теряюсь, короче. Че я говорил-то? А, ну так вот. Вот, короче, сил на 300, вот, мне кажется, это вполне норм. То есть, типа, для зимы просто... Я же, типа, не... Не, там, не 0-100 хочу на ней. Бля, она реально дрифтовая, пацаны. Смотрите, ей мощи еще хватает. На ней можно развязочку эту проходить неплохо так. Ну, ладно, мы все равно катаемся. Поэтому давайте доедем до южного, уже туда до тюнинга. И просто, как бы, я убедюсь в том, что я не могу... Вне свою машину вложить деньги в тюнинг и сделать стейдж-3. Просто было бы прикольно посмотреть, как она едет на стейже третьем. Интересно, почему вот ее, как бы, не сделали лишь так, чтобы можно купить? Как бы, типа, для чего она существует, все равно непонятно. Поэтому, друзья, может быть, когда-нибудь, обещать ничего не буду, но, типа, как какая-то дополнительная машина, чтобы, как бы, реально кайфануть. Потому что, мне кажется, что каждый понимает, что Эвик и Субарик, как бы, не нужно их вообще сравнить даже, там, ни с какими РС-ками, блядь, М-ками, АМГ-шками, ни в коем разе. Это совершенно разные, вообще, как бы, уровни и вообще, как бы, разные эмоции. То есть, брать, там, допустим, Стиху или Эвик, именно, чтобы ебашить, но ебашить именно не там, не 0-100, как бы, да, и, как бы, не получать какой-то комфорт, а просто дубасить. То есть, типа, ну, там, ралли-спринты, какие-то, там, проходить маршруты, зимой, там, кайфовать, да, бочком, не бочком, то есть, по снегу наваливать, как бы, на похуй вообще, то есть, ну, прям, вообще, нормальная тема. Поэтому, когда-нибудь, может быть, мы это... Блядь, реально, смотрите, можно на ней... Она ещё прикольно выруливается именно, да, как будто на ней какой-то такой... Я даже не знаю, как это объяснить. Давайте, мы сейчас заедем, но я думаю, что... Главное, чтобы меня машину не украли. Так, всё, я быстро сейчас попивикаю. Да, короче, мне, наверное, написали, что... Мне ничего не написали, поэтому... Значит, я не могу заехать сюда. Так, всё, пацаны, давайте напоследок попробуем наваливать боком. Короче, машина не имбовая нифига, то есть, типа, кроме того, что... Это эксклюзивная тачка, которую так не купить, даже в обычном цвете. Она ещё и в раскраске, и как бы... Вот существует... Заебись приехал, блядь, во двор. Сейчас аккуратненько развернёмся. Такая, прям низкая-низкая, смотрите. Прям такая заниженная, всё как надо. Сейчас бы стиху занижать, блядь, такое. Ну, не знаю, короче, для чего она существует, но в целом прикольно. В целом прикольно. 223, да, короче, у неё максималка. Но меня порадовал хендлинг её. Ну-ка, вот сейчас, смотрите, я вам ещё раз покажу. Главное, на светофор, а не нарваться. Смотрите, опа! На полном газу, то есть, она прям реально на полном приводе дрифтит. И очень делает это неплохо. Мне прям нравится. Вот тут, кстати, сейчас неплохо будет попробовать. Ну-ка, смотрите, налево сейчас пойду. То есть, вот так вот можно, смотрите, прям, а? Прям, блядь, чё подлагивает-то так? Там корабль что-то стоит? Когда он нужен, блядь, его нет. Когда не нужно... А, тут машин много, понял. Короче, меня прям порадовало, пацаны. Скорость не заебись, но вот прям, знаете, как будто это, как в реальной жизни. То же самое, те же самые эмоции будут у вас и в реальной жизни. То, что вы как бы, ну да, типа, едет прикольно, но не супер. И как бы, да, зато на ней можно там наваливать, как-то эксплуатировать жестко. Ай, ну Субару все-таки такая тема, конечно. Раз на раз не приходится. То есть, это как бы реально... Я просто знаю людей, у которых есть там Субарики и так далее, кто им владеет. Кто-то, знаете, просто большинство, они смирились. То есть, типа, ну окей, да, типа, это норма, что там может отрыгнуть мотор. Типа, ты поставил, перебрал, 20 тысяч максимум накатал, снова на переборку, как бы, или просто меняешь на другой. То есть, это нормальная практика у Субаристов. Поэтому, ну, как бы, много шуток уже было. Шутить не смешно, на самом деле, про эту ситуацию. Поэтому факт остается фактом. Разволюшин в этом плане, как бы, понадежнее будет. Но я реально готов даже Субарь найти. Ну, буду надеяться, что я не столкнусь ни с какими нюансами. Ну, и вообще, я как бы так рассказываю, как будто я уже покупаю, блядь, его. Ну, короче, надеюсь, что когда-нибудь у меня будет, друзья, Субарик. Короче, прикольная моделька. В принципе, я не знаю, что еще тестируют. Можно попробовать этот разворот пройти. Вот здесь вот, где у нас развязка. Как-нибудь бочком красиво, напоследок. В принципе, все. Смотрите, какой модный желтый гелик. В принципе, я не успел даже... Просто опасно, на самом деле, смотреть, как люди реагируют на Субарь. Потому что, ну, типа, я прозеваю, у меня просто его спиздят, скорее всего. Так, ну-ка. Ну-ка, друзья, красивенько попробуем. Блядь, ну, типа, за один раз я хуй знает, конечно, тут... Блядь, ну, типа, нормально! Слушайте, ручничком корректируешь, а оно прям... Ну, это было прям в заносе. Я думаю, что вы увидели. Смотрите, из стороны в сторону. То есть, такой хендлинг веселый на ней стоит. В этом есть забава. Ну, прикольно, чё. Мне прям, прям, это, прям, 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 было интересно ей покататься. Так что, друзья, вот такая тачка существует, как бы, но ее нигде не взять. Не знаю, как бы, чё-то как. Может быть, потом она появится. В любом случае, было прикольно на ней покататься. Ну, и, друзья, вот, как бы, вот вам показал. Соответственно, такой вот аппаратик существует на Радмире. Спасибо ещё раз администрации за предоставленную тачку. В общем, друзья, оценивайте видосик. Подписывайтесь на канал впервые. Не забывайте нажимать на колокольчик. Также не забывайте написать... Написать. Оставлять комментарии. И по поводу, кстати, других таких же эксклюзивных тачек тоже. О-о-о-о. Я что-то не понимаю, все чуваки на зелёных машинах сегодня пытаются это самое отобрать. У меня это самое. Тот на Феррари был парнишка, двой парнишек. А сейчас, смотрите, на Ешке. Тоже на зелёный. В общем, друзья, пишите в комментариях, интересно вам было бы, если бы я ещё другие две машины посмотрел. Потому что я так понимаю, что ещё две есть. Вот. Ну и увидимся совсем скоро. Всем удачи, друзья. Опа. О-ка, бля. Эбай, развернулся. Ещё такой выхлоп неплохой. Бля, как эта моделька называется? Ну, я думаю, что вы уже написали в комментариях. Я потом вспомню. Хот-найф, нет? Хот-найф. Короче, ладно, неважно. Хот-рот, хот-найф. Ну, короче, что-то такое. Всё. Увидимся. Всем пока-пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok